Пойдем кушать Смотри, что она там. Нет, все там все равно. Ой, какая вкусняшечка. Ой, какая вкусняшечка, конечно. Сама бы ела. Где черношенька моя самая голодная? Где она находится, эта курня? Чернуха? Ой, чернуха, чернуха, скорей. Ты первая будешь, давай. Почему чернуха-то, серуха? Да, чернуха была, извиняюсь. Дыманька, иди моя золотая, иди. Вот, сравните спинки. Спинки мои хорошие. Да, такие спинищи. Самой можно сесть посидеть. Да вы хороший, хороший. Зовите своих напарников, которые там у меня у ног тусуются. Моя хорошая дыманька. Вот такая вот куронька у нас. Куронька-автобус называется. Вот. Смотрите, как на судьбу влияет цвет пера. Вы видите? Она даже в леньку ушла, что не свойственно бройлерам обычным. Цвет пера заставил ее существовать с вот этими вот хулиганами достаточно долго. Всем привет! Видите арки на месте? А почему на месте? Потому что в этом году я решил их не использовать. Вообще не хотел укрывать виноград в этом году, как я вам рассказывал уже. Но что-то мне его стало жалко. Думаю, хотя бы просто по кустам наброшу без арок. Укрывной материал в виде дарнита. Вот так я его накинул на кусты. Посмотрим, что будет. Сломает его снегом. Ну, я имею ввиду, кусты эти от основания лозы отломят или нет. Посмотрим по весне. Наплевательски я к нему начал относиться, к сожалению. Ну, вот так. Маленькие кусты тоже накинул просто. Но я их, чтобы укрывной не порвать, вот здесь баллон положил. Здесь тоже баллон. А здесь один пролет сетки все-таки я поставил. Все, больше нигде сетку не ставил. Вот эта шпальера вообще не укрывалась. Здесь обрезана на черную голову часть кустов. Часть кустов оставлена там по две-три почки. И леопаис, зинтерс и царавас агро лозы плодоношения есть на следующий год. Но я их укрывать не буду. Я на них забил леопаис или царавас. Как хотите. Вот. Эта шпальера укрылась быстро и легко. Просто перекидывается укрытой материал в виде баннера через нижнюю клетку. Через нижнюю проволоку. И на этом укрытие закончено. Здесь добавилась еще клетка из бролерника одна. А так в принципе все как было. Утки пока гуляют. У нас последний денек хорошей погоды по прогнозу. Стараемся все убрать на улице. Подготовиться к зиме. Про теплицу Рина сама наверное расскажет. Слил воду из шланга. Такой вот у нас летний водопровод был. Идет он по стене дома на тот торец. И я продул воздухом. Все воду удалил. Законсервировал. Сейчас я вам покажу в бролернике что творится. Мы там продезинфицировали все. Клетки помыли. И в принципе он меня ждет чтобы скрывать полы. Бролерник я имею ввиду. Но мне прям знаете вот. Я морально откладываю до последнего эту работу. Но надо начинать конечно. Пока еще более менее тепло. Так. Здесь вот две клетки чистые и брудер. В одной клетке бролер. 75 штучек. Вот они. И здесь уже новая партия. То что нам осталось. Где-то 80-х. Чуть-чуть. Говорил уже что много не оставляем. Потому что здесь если скрываться будет пол. Здесь будет холодно. И рисковать большим количеством не охота. Потерю небольшой партии мы переживем. А вот потерю большой партии можем и не осилить. Всех на мясо скоро. Похоже. Это разве и количество яиц. Скажите мне. С таких-то кур толстожопых. Сколько корма им не насыпьте по лицу. Все равно они вот эти избранные тут тусуются. И никак их уже не отвлечь. Не отвлечь этих петухов. Идите отсюда. Но они здесь зато за мной все подбирают. Да? Что я просорила. Ну и разрываю щебенку. И Александр Сергеевич крайне не рад будет. Кстати здравствуйте. Я наверное с вами не поздоровалась еще. Вкратце скажу что я сейчас готовлю. Чем я кормлю. Там просто обычные пищевые отходы со скорлупой. Видите немножко. Зерно. Ячмень. Пшеница. И овес. Как вы видите. Он слоями. Поэтому сейчас вы видите только овес. Но стоит копнуть. Можно увидеть все остальное. Делаю такую смесь. Овощи сейчас в рационе у нас одни из самых главных. Конечно же у нас забой и мясо есть. И я если честно говоря мясом периодически злоупотребляю. Что плохо. Привожу их тем самым к ожирению. Чего вам конечно же делать не советую. Злоупотребляю. Кладу много мяса. Вот. Сейчас я вам покажу как я не злоупотребляю и не кормлю. Вот это кстати часто встречается в зерне. Меня это так убивает. Я понимаю что прибавляет вес. Это что все прекрасно. Для продавца может быть. Но если у вас допустим какой-нибудь там гарнулятор например. Или измельчитель какой-нибудь. Ну может выйти из строя из этих камней в зерне. Очень просто. Я делаю видите как просыпаю зерно и овощи. Но конечно же это не все. Понятное дело да. Когда я все это дело сварю. У меня получится такая овощно-зерновая каша. Ну не совсем каша. Но зерно будет достаточно хорошо распарено. Влаги в этом деле не будет. Много. Зерно все возьмет на себя по большей части. Но если даже будет многовато. Ничего страшного. Мы с этим прекрасно справимся. Вот. Вот. Потому как я к вареной мешанке добавляю. Это у нас с вами кальций. Ракушка колотая. Мелко. Мелко колотая. Видите. То есть по некоторым только фракциям целые ракушки. Я могу сказать что это ракушка а не строительная пыль. Что в принципе все равно не гарантирует. Меня. От того что здесь отсутствует строительная пыль. Вместе с ракушкой. Ну короче вот эта вещь покупается в магазинах. Сами знаете. Я надеюсь что я могу доверять этому. Кабачок немножко подморожен. Поэтому есть фрагменты замороженные. Ничего страшного. Вот такая тыковка. Вон там целая. Видите. Лежит. Кусок отрезает. Вот такой чудесный кабачок. И я добавляю еще. Вот. Показать вам. Ой-ой-ой. Сейчас вытащу. Размол. Этот размол я покупаю. Он с рыбной мукой. Вот. Кукуруза. Рыбная мука. Тут есть немного пшеницы. И овса. Я вижу иногда чешуйки. Но мало. В основном это кукуруза. Ну как говорят по написанному с рыбной мукой. И вот здесь тоже встречаются кусочки ракушечки. Вот такой вот комплекс. То есть когда я все варю. Я просто потом пересыпаю вот этими размолами. Ракушки и кукурузы. По большому счету. То что у меня получилось. У меня получается очень рыхлая. Достаточно такая невлажная мешанка. Которую куры прекрасно едят. Если они не съедят ее до этого. Вот. И все благополучно это дело все съедают. Я не добавляю это. И это в непосредственно сюда. Чтобы это все проваривалось. Потому что считаю что это не нужно. Мало того. Мне помогают эти размолы. Сделать мешанку очень удобно. И миски не пачкаются. И куры едят прекрасно. Короче все хорошо. Вот так я делаю. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Да-да-да. Еще чуть-чуть досыплю. И пойдем с вами погуляем. Поставив в ведро. С чистой совестью. Будем знать что у нас идет процесс готовки. Хлеб. Не забываем что водички нужно наливать вот до сюда примерно. Потому что все это дело разбухнет. И устроит нам тут черти что. Выше крыши. А нам нужно чтобы все было в ведре. А не мимо того. Вода. Смотрите. Ку-ку. Ах да. Чуть не забыла. Вода. В воду я добавляю ASD2. Прям беру лейку. И добавляю. И разливаю на миске всем. Насточно много добавляю. Миллилитр на литр точно. Хотя по схемам там возможно и гораздо меньше этого дорогостоящего. Продукта добавлять. Не скажу что это лекарство. Это не лекарство. Это скорее биологически активная добавка. Вот. Главный пришел. Разбираться. Что тут едят и все без него. А. И вот это вот дело. Чуть-чуть поболтали. И разливаю по этим поилкам. Александр Сергеевич любит вот так ходить гулять и с вами разговаривать. А я не могу. Мне кажется что как-то выгляжу всегда по-идиотски. Короче я стесняюсь. Поэтому я буду за кадром. Ладно. Вон в кадре кто. Сейчас подерутся. Прям вижу что кто-то хочет сейчас подраться. Да. Куровленьки. Что вам о них рассказать. Ну расскажу что в общем-то они меня сейчас не радуют яйцом. Понятное дело. Вот эти кстати почти перелиняли. На этой неделе должна полностью заменить в этом курятнике всю подстилку. И внизу подгребсти все что только можно. Посмотрите сколько пера. Просто одно перо. Да. Мои старые галашейщи. Вы посмотрите как они обросли. Не прошло и полгода. Как они обросли и такие пушистые попы. Что ты даже не знаешь куда их теперь одевать. Нет ну не все совсем пушистые. Сами видите наверное. А то они и галашейки голожопки. С ними маранчик. Ну маранчик с ними просто по мере того что я никак не могу пересадить его к его же маранистым подругам. Да 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 да. И поэтому он такой красавец. Тусуется с галашеищами. Галашеищ осталось раз два три четыре пять шесть. Кто же считает. В принципе по осени можно и посчитать. Но не знаю. Пока я от них яйца не вижу. Обрасти они обросли. И вроде как не кажется такими жирными. Но сами знаете. Ожирение птицы не лечится. Потому что жиреет к сожалению не их задница. А их печень в том числе. Обрастает желудок жиром. Яйцевод затягивается жиром и зажимается как бы. И обратного процесса этому нет. К сожалению. Это очень сложно вывести курицу из зажирения. Поэтому. Или они вот сейчас полностью оперившись начнут нестись. Или не начнут. И тогда у нас будет тушенка. Следующий момент. Это кученки. Совсем не радует. Ни одного сейчас яйца. Хотя я не вижу. Хотя вижу. Достаточно количество пера. Еще раз подстилку. Все убираю на этой неделе. Все вместе. Наконец-то нет забоя. И я смогу это сделать. И пока минуса нет. Тоже все убираем. Вот такие вот. Они красотки. Вы видите. Да. Такие хорошие. Вот это точно линяет абсолютно. Абсолютно точно. Вот сейчас которая прячется. А вот это мне кажется уже с процессом закончилось этим. Но яиц нет. Вот и все. Даю СД-2. Отлила сюда вот в такую бутылочку. Вонючку эту. И даю ему в ведрах. И все. И вот видите. Это веточка от малины. Которую они доели сегодня. Новую положу. Это палочка от капусты. То есть в рационе у них прекрасно есть все. Комбикорм в кормушке. И здесь мешинка. О которой я вам говорила. Тоже им все дается. И ничего с этого нам не дается введиться. Вот тут обитают эти петухи наши. Красоты неземной. Жалко мне их. Не жалко. Я человек совершенно не жалостливый. Можно сказать жестокий. Вы знаете еще та. Как это? Как это? Я забыла. Как это я? Ну-ка расскажите-ка мне. Я издеваюсь над ними. И кто я? Недокуровод наверное какой-то. Садист. Садист. Я издеваюсь над ними. Так. Еще над кем я издеваюсь? Значит. Над галашейками молодыми. Это Франция. Они кстати себя ведут в плане яйценоскости лучше. Чем другие птицы. Вот. Но видимо потому что они не линяют. Они молодые. Вот я оставила себе три штучки всего. И оставила себе галашейного петуха. Видите его? И он вас тоже видит. Я вас уверяю. Очень важный. Очень такой весь галашеистый. Никакой не поместный. Абсолютно французский галашей. Посмотрим будет ли у них потомство соблюдать галашейности в 100%, в 80%, в 60%. В каких не знаю процентах будет соблюдаться этот признак или не соблюдаться. Ну посмотрим. Может быть такой вариант самый лучший. И нечего нам бегать за всякими там этими эффектами гетерозиса. Да, моя дорогая. У одной гребень заметьте набок листовидный. А у другой вообще небольшой гребешок. Там до листовидности еще далеко. И есть промежуточная. У которой так себе. Пока не навык. Ну так. Местами. А эта прямо аж загибается. Ой, простите. Нам звонят. Или звонят. Сейчас уже не важно. Здравствуйте. В день открытых дверей Московский центр восстановительной медицины приглашает пройти. Вас тоже задолбали центр восстановительной медицины? Откуда они знают, что мне надо медицински восстанавливаться? Прям даже понятия не имею. Да? Да. Но видимо им беднее. Сейчас я вам покажу тех двух курочек. Кстати, смотрите какая у меня клубника. Листочек к листочку. Все отлично. Я прям рада. И поверьте, она вот такой листвой перезимует. И снег не даст ей промерзнуть. Она вот к весне прям с таким листом и подойдет. Вот кто это тут у нас? Что за больная курица? Скрижищет. Это не больная курица. Петушок. Петушок. Золотой гребешок, видимо. Что-то вы тут делаете-то. Угадай. Пакостите, небось, мне что-нибудь. Подделываете, небось, нехорошее. Поршни снял? Да. Давно пора. Лед ведь на бочке. Они, кстати, не лупанули еще? Или здесь не было такого минуса гигантского? Наверное. Наверное. Ты на мой помидор-то посмотри. Мой экспериментальный помидор, ты чего? Все. Крякнул. Но на самом деле поршни тоже пора менять, Саша. Там пара из них вообще открывает и не закрывает больше вообще. Сколько им лет уже? Сто лет? Не знаю. Лет шесть точно, а то и больше. Спасибо. И сверху все снял? Да. Ох ты скалолазка моя. И даже не упал, что удивительно. Бузя сделала, отгородила вот так вот курчик. Видите? Загородку такую. Вся в папу. Загородки всякие строят. Не знаю я, что с вами делать, турехи, курехи. Хорошие курицы такие. Да, да, да. Такие милые курицы. Но вот она слабая, понимаете? Я вот прям вижу по ней, что она слабая. Она и меньше своих ровесниц, и меньше всех на свете. И какая-то она не растет. И черти что. От такой курицы добра не жди. Но за ними тут Бузя ухаживает. Вон видите, еда. У них кормушки тут всякие. Которые они уже достаточно... Да, да, да. А эта плохо ходит. Вот хоть ты убей. Недавно перелиняла. Видите, у нее еще эти тычечки на перья остались. От линьки. Вся такая хорошая. Такая вся хорошая. Но с лапами у нас проблема. Да. Ну, она передвигается. Ну, вот видите. Вот черти как. Вот так она передвигается. Да, да. Ну, что с тебя? Ни яйца, ни мяса. А? Ну, простите. Будет забой. Уж простите. Извините. Да, да. Ничего с вами не поделать. Ни с кем больше не посадишь их. И пентавит даю. И витамины. И у них АСД, если видите, в воде в приличном объеме. И нифига не помогает. Ну, такая слабая птица, видимо, от рождения получилась. Ладно. Не будем расстраиваться. Хотя здесь у них, понимаете, сами курорт. Здесь солнышко. Сейчас пока частенько до плюс двадцати. Ну, а для куриц с таким оперением и минус пять не страшно, как вы понимаете. Ну, вот так. А помидорчик-то все-таки сдох. Угу. Еще сейчас кое-что вам покажу. Я покажу вам мою капусту. У меня достаточно много было капусты посажено. Ну, то есть для нас, в принципе, много. Вот для нас. Мы ее не так часто едим. И здесь я уже выдрала кочаны хорошие, приличные. Остались черти что неприличное вот такое неотребье. Я его даже не вырываю. Потому что даже из-под снега я могу его потом вырывать. И некоторые кочанчики еще остались. Ну, это так, сами понимаете, мелочь пузатая. И потом даю курам, прям вот я прикрепляю за эту палку, за веревку кочан. И благополучно они у меня съедают все эти листья. Это очень полезная для них зеленая масса такая, которую куры едят. Я вам ее навру, наверное, в декабре только у нас закончится это все дело. Если вдруг будут хорошие сильные заморозки, когда буду понимать, что земля промерзнет, мне их не выдрать, я их навыдираю и положу в теплицу, чтобы у меня был доступ к ним постоянно. Вот так вот я делаю. Ну, и сейчас обрабатываю малину. Малину. Это моя прям больная тема, больное место. Нет, давайте зайдем все-таки к уткам. Как же, к уткам? Мусеньки. Мусеньки сейчас не побегут на мой голос, потому что папонька их кормил. И мусенькам не до меня вообще. Он толстомордой что-то доедает. Есть пару уток, которые прям очень грязные, а остальные вроде как ничего. Вот. Но я, так как я такой человек, я вам буду снимать и очень грязных уток, их не избегаю. Вот она. Видите, там чернуха сидит, такая грязнуха. Я штук не делала, им в ванну вон ставила, даже теплую воду наливала. Не залезает она покупаться. Вот эта малышня. Сами видите, какие маленькие самочки. Самцы-то уже очень крупненькие такие. Но самочки такие маленькие. Нет, у нас в нашем семействе не встречается темно-перьевых мускусов, не попадается. У меня один покупатель яйца спрашивал, есть ли у меня в потомстве хоть одна темно-перая птица. Вот. Я ему отвечала, что нет. Я за весь сезон от наших мусев ни одной темно-перой птички не видела. Хотя вывели мы их в несколько поколений. В три, если быть точнее. И ни одной темно-перой не было. Все беленькие. Видите, да? Они все деточки от нашего семейства. И всех у многих девчоночек именно вот такие шапочки. Видите, какие темненькие. Ну, хотя вот этот пацан. Ну, судя по размеру. Да, мой хороший. Они совершенно не такие, как муларды сумасшедшие, бешеные. Они дают себя и снять, и поговорить с ними приятно. Вот такие вот они мусямбы. Когда дождик, батька им ставит еду в их домик. Домик открыт сейчас. Все могут зайти, все посидеть. И там у них тоже все открыто. Заходят и почему-то ночуют там, именно на палетах. Не знаю, может быть, они там себя увереннее чувствуют. Потому что забор все-таки еще один. Как-то их минимум, видимо, успокаивает. Вот они мои хорошие кушают. Такие хорошие птицы. Есть прям такие беленькие. Думаешь, как вы такие беленькие тут сохраняетесь? Вот. Вот такое у них размещение. И вот, видите, кучища малины. И веток всяких вырубаем сейчас. Чистим сад. Стараемся по максимуму сделать. Чтобы по весне, когда времени не будет вообще ни на что. Так, надо закрыть, а то мусьи все придут. Чтобы по весне было делать меньше, конечно же. Когда уже готовые гряды, сами знаете, тяпочкой вспахал и все сделал. Вот клубника, которую позже обрезала и обложила. И мне меньше. Она, конечно, нравится. Не такой хороший лист вырос, но такой крепкий и большой. Но ничего, весной догонит все. Ах вы мои помощники! Пришли мне малину помогать. Да. Выстригать. Поорать. Тут постоять. А то я вдруг забыла, что у меня есть. Смотрите, все в малине. Это неплохо. Пусть тут собирают всяких жучков, червячков. Даже классно. Правда? Лишний-то раз. Ну и я не претендую на эту малину, которую они пытаются доесть. Сейчас все равно все выстригать буду. Как выстригаю? Вот так под ноль выстригаю, если это ремонтантная. И вот так выстригаю, если это обычная. Но здесь вот перебор. Смотрите, какая здесь ошибка. Прямо вам сразу покажу. Но это, по крайней мере, я так считаю. Хотя я не спецпрофессионал в этом деле. Я стараюсь убирать в первую очередь вот такие зажиревшие прутья. Здесь оставила один. Не знаю, самый красивый мне показался. Из самой центральной головы. Поэтому вот. Стараюсь средние выбирать. Достаточно крепкие и хорошие. И стараюсь выбирать с наименьшим количеством затемнений или темных пятен. Я знаю, что это бывает по виду малины. Признак. Но бывает в том числе и из-за каких-то повреждений. Тоже темные вот такие фрагменты встречаются. Поэтому стараюсь их все-таки убирать по максимуму. Оставлять более чистые стволы. Вот здесь оставила сколько? Пять штук. Вот этот куст на пересадку. Он отошел от головы куста. Я его выкупаю и просто пересажу в соседний ряд. Вот здесь, смотрите, вот это может сдохнуть. Потому что она слишком зеленая. Не вызрела, так скажем, лоза. Вот. А эти более-менее ничего. Но зато они другая проблема. Они зажиревшие. Других не было. Оставила эти. Здесь тоже зеленые, зеленоватые. Зеленые я не люблю оставлять. Надо бы, чтобы они покоричневели. Вот это коричневая, очень ровная, красивая ветка. Вот. Ну, вот таким вот образом я вырезаю не ремонтантную малину. Снова оставлю куст для пересадки. Высоко его не обрезаю. Обрезаю низко. Потому что, скорее всего, вот эти вот вещи все равно, ветки, могут пойти пасынками. Могут не пойти. Если пойдут пасынками, дадут урожай. Если не пойдут, то от корня будут новые формироваться ветки в следующем сезоне. И они на после следующего сезона, уже через год, будут нам давать урожай. Я слышала версию обрезки малины такую, что нужно обрезать даже не ремонтантную, под голову, под конец. Прямо вот ровно вырезать. На следующий год она будет давать ветки, не плодоносящие. И их мы оставляем в нужном количестве на следующий год. И она так плодоносит. То есть через куст можно делать таким образом и пускать малину плодоносить через год. Раз в два года получается. И тем самым вы получаете как бы грандиознейший, там сногсшибательный, сумасшедший какой-то урожай. Вот в этот как раз один из двух лет плодоношения малины. Я так не делала, но задумалась об этом, потому что есть в этом определенный смысл. Это мой куст крышовника. Тоже надо немножко его пострижить будет. И яблоня. Смотрите, какую хорошую яблоню сформировала. Я в растяжках ее делала. Я убирала ветки оттуда, добавляла сюда. И я поборола эту природу, которая отворачивала эту яблоню от берез. И практически я ее выровняла. Вот такое симпатичное деревце у меня получилось, которое дало мне какой-то сумасшедший результат. Я не ожидала, потому что он маленький. Я думала, на ней пять яблонь. Пять яблок. Когда подошла его обрабатывать осенней моей искореняющей обработкой, оказалось, что на нем два ведра яблок. Я собрала благополучно и была в восторге. Это позднее очень яблоня. Ни одного яблока не упало. Все с дерева сняла. Так что она умница. У меня молодец. Хотя я даже и не видела, что-то как-то они вдруг откуда-то появились, эти яблоки. Вот. Но моя беда и проблема – это вот это дерево. Видите? С ним я не боролась, и поэтому оно все ушло в эту сторону от берез. И оно такое толстенное теперь, что я даже не знаю, что мне делать. Придется его как-то перетягивать и тянуть сюда так или иначе. Или тянуть ветку сюда, чтобы пускай ствол будет кривой, но она выровняется. Вот к этому столбу надо тянуть. Да, мысье? Это ужас какой-то, а не яблоня. А то она скоро ляжет, мне кажется. Вот, видите, вся сюда. Но та была такая же. Короче, будем бороться. Про чеснок. Чеснок у меня посажен. Вот здесь мой чеснок посажен озимый. Под лист. Достаточно толстый слой. Лист, как мульча, мне очень нравится. Потому что она не гниет, такая мульча быстро. Достаточно медленно перегнивает. Весь весенний период она будет защищать грунт, сохранять влагу. Для чеснока это полезно. И я положила ветки, чтобы коты не рыли. Видите? И куры тоже. Ну, не знаю. Пока вроде как помогает. Здесь еще немножко свекольная ботва. Она придавливает этот лист. Потому что укладывала в сухую погоду. Боялась, что его сдует. Не первый год так делаю. В общем, эта мульча, она не мешает прорастать чесноку. Мешает ему зарастать сорняками. И мешает терять влагу по весне. Мне очень, очень нравится такой способ. Но это не весь чеснок. Да, мои дорогие? Вы об этом точно знаете. Тоже пытаетесь разрыть. Вот тоже самое. Здесь Наташечкин меня угостила. Подруга чесноком. Это новый вариант. И здесь еще озимый лук. Немножко. А здесь тот самый чеснок, который я в Москве покупала. Ну и тоже озимый лук местами. И без мульчи. Он как бы морозостойкий. Он там все дела. И если это так, то здесь на самом деле будут гигантские сугробы от мороза. Я не переживаю. Я их не защищаю от мороза. А от сорняков, если честно, у меня просто листа по другой не нашлось. Некогда мне было собирать. Вот видите, не замульчировала. Оставила так. Ну и бог с ним. Небо красивое, да? Чудесное. Ну вот и мой основной курятник. Что вам сказать? Все в линьке. Все ужасно. Но что делать? Так матушка природа распорядилась, чтобы некоторые теряли перо раз в год. В обязательном порядке. И стрессовали от того. Ну это такой холод. Такая фу-фу. Конечно же все стрессуют. Я сама так, гляди, перо скину. Осень. Депрессии. И всякая фигня. Вон некоторые там с плечами с голыми ходят. Петухи еще помогают терять перышки-то. О, какие ежики. Что расфуфылились-то? Вот. Как только все перо они скинут окончательно и будут совершенно голыми, буду выгребать территорию. Осеннюю чистку делать. Все это граблями надо выскребать. И в малину, конечно. Куда же еще? Круговорот у нас полезных веществ в хозяйстве должно быть. В курятничке достаточно тепло. Конечно, мы ничего здесь не топим еще. Я уже начала притаскивать сюда с новыми опилками мешки и собирать помехи. С пола в том числе. Там еще три мешка. За раз я не могу это сделать. Все время делаю перебежками. Или когда на улице фу-фу. Смотрите. Снесли яйцо. Видите? Это маранжи, которые лень залезать сюда. О, смотрите, Линька. Вы видите? Во. Она почти вообще без пера. Не у всех кур так бывает. Она аж, посмотрите, какая мелкая стала. Видите? Но перышки уже начинают расти. Поэтому сейчас поддерживаем их протеинчиком и кальцием, чтобы они побыстрее оперились. И это единственный способ не затянуть леньку на четыре месяца. Да? Да, мои дорогие. Поэтому сегодня вечером у вас будет комбикорм. Потихонечку с этой пасмурной погодой спать, что ли, укладывается? Куда-сюда съели все? Вот она, голыха. Вы видите, да? Ну, просто жуть. Ах ты, ежища такая. Что тебе яйцо ждать? Яйца-то есть? Что-то есть. Ладно. Соберем, раз есть. Инкубатор пока не распакован. Чуть попозже освободимся. Будет время, сделаем уже обзор с распаковкой. Это у нас тут аккумулятор умерший. Заказал я аккумулятор. В общем, заказал я корейца, солите. Выбирал между турком мутлу, по-моему называется, словаком топло и корейцем. Выбрал корейца. 110 ампер. Емкость ампер часов, наверное. Да. И там сила тока у него 850. А на этом у меня было 95 и 720. Вот. Ну, вроде как должен нормальный быть корейский этот аккумулятор. Я так помню, по отзывам пользователей, когда я еще работал с корейцами, довольны были люди. Ну, конечно, лучший вот этот, как он, Rocket. Оригинальный аккумулятор, который ходит там по 8 лет. Корейский, который идет там с солярами шел раньше, там с этими. Ну, сорэнто, туссаны, спортажи. Они шли на этих аккумуляторах, они реально работали лет по 8. Посмотрим, как будет этот корейц работать. Так, здесь у меня бродит пивасик. Сварил я где-то 40-42, может быть, литра. Залил в кегу 50-литровую. Сейчас бродит главное брожение. Пока атмосферное брожение, потом будем под давлением изображивать. Пиво пришлось сварить за два захода в моей пивоварне. Ну, стандартной, которую я показывал. Хотел я сварить за один раз. Заказал увеличитель куба от доктора Губера. Но такой поставок от доктора Губера я не ожидал. Их увеличитель просто-напросто не подошел на мой куб. Хотя я сто раз спрашивал там и у бота при оформлении заказа, и у консультанта при подтверждении заказа, что да, да, точно подойдет. И, короче, в общем, неделю мне голову морочь с ним. Попробуй так, попробуй сяк. И в итоге ничего не работает, все течет. Но о нем, возможно, отдельно расскажу об этом увеличителе. Здесь сидор грушевый. Вчера снималась осадка. Я думаю, что через недельку будем разливать по бутылкам и карбонизировать. Так, это у нас вино из моего винограда плюс концентрат виноградного сока я показывал. Сейчас еще раз покажу. Отбродило очень быстро на концентрате. Значит, с мезги я... На мезге 4 дня где-то было. С мезги снимал 19-го. А 25-го вчера мерил плотность. Ну, почти в ноль. Там, может быть, 1% остался. Уже так довольно-таки сухо оно на вкус, это вино. Но, смотрите, вот концентрат вот такой. Если делали, расскажите, как вообще из него что там получается. Дельное или нет, или ерунда. Вот одну такую баклажку я заливал, разводил водой и добавлял свой виноград. Запас со сахарком, так как сейчас сезон клюквы. Клюкву заказали, клюкву придет. Буду делать ректификат и настойку на клюкве. Ссылочка будет в углу экрана и в описании под роликом офигенный напиток получается. Здесь у нас что? Здесь у нас выводной инкубатор, который нужно бы почистить. И инкубатор, где вот сколько-то яиц. Чуть-чуть совсем инкубируется. Здесь же зреет у нас брага для чащи будущей, а может быть для коньяка. Посмотрим. Отбродило, ну, дней за 18, наверное, все это дело. Гидрозатвор молчит. Шапка частично уже опустилась. Сейчас посмотрим. Я торопиться не буду. Пускай осветляется спокойно. Наверное, в этот раз я сниму с мезги, как по винной технологии. Еще подожду, чтобы брага максимально осветлилась. И буду потом уже перегонять. Перегонять буду на колпачковой колонне. Вот здесь же у нас стоит вино на яблочно-молочном брожении. ЯМП так называемый. Сколько стоит? Больше недели стоит. До конца недели до этой простоит. Будет ровно две недели. И после двух недель я уже выношу туда в гараж. Там оставляю и через какое-то время снимаю с толстого осадка. Потом оставляю, снимаю с тонкого осадка. Еще, может быть, сниму разлук с осадка. И потом только будем разливаться и делать там полусладкое какое-то, какое-то сухое. Может, часть такого, часть такого, скорее всего, будет. Вот. Ну, как-то так. Ну, все. На этом я с вами прощаюсь. Не помню здорового, если вообще. Я немножко простужена. Простить за голос. И всего доброго. Здоровья вам и вашей птицы. Здоровья вам и вашей птицы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.